Всем привет и доброе утро, мои хорошие! Получила очередной заказик Фаберлик. Сейчас я просто вам покажу, что я заказывала. Это заказывала краску для волос Бионика. Когда я прочитала, что здесь идут натуральные масла, и фитокератин. В общем, заказала я десяточку Бионика и попробую красить волосы этой краской. Но это будет в другом, в отдельном видео. И также я заказала еще шампунь для жирных волос, также вот с крестиком. Ну и шампунь я тоже буду тестировать в отдельном видео, где у нас будет уже, у меня будет уже уход за волосами. А сегодня у меня уход за лицом. И для лица я заказала вот такие вот четыре средства. Эксперт. Вот эти четыре средства. Ну, три средства это нужно будет делать сразу, пошагово. Шаг А, Б, С. А первое средство это просто идет ежедневное очищение кожи лица. Его можно просто каждый день применять. Ну, начнем по порядку. Это очищающий мусс для лица с энзимами. Легкий пилинг и обновление кожи. В общем, нежное очищение. Может быть и не нужно было бы его сейчас применять, а просто сразу приступить к шагу А. Но я думаю, что, например, у меня могут быть там остатки крема на лице или что-то. Я думаю, что ничего страшного, если я начну с него. Ну, и еще хочу сказать, нужно обязательно прочитать инструкцию внимательно. Полностью прям все прочитать для того, чтобы приступать, например, к этому химическому пилингу. Потому что, если у вас тонкая чувствительная кожа, может быть, не следует употреблять вот этот вот химический пилинг. Ну, вообще, честно говоря, слово химический меня уже как бы немножечко пугает. Потому что, вообще, я давно хотела уже это заказать, но все время как-то сомневалась, откладывала. Ну, а сейчас думаю, ладно, уже рискну, попробую и протестирую вместе с вами, чтобы вы уже видели, что это, как оно работает и какие результаты, в общем, в итоге. В общем, для начала я поставила перед собой зеркало. Сейчас я соберу волосы и начнем. Я готова. Очищающий мусс нужно нанести на влажную кожу лица, помассировать 2-3 минутки и смыть теплой водой. Все средства нужно наносить, избегая области вокруг глаз и не нужно также трогать губы. И наносить нужно, если вы знаете, по массажным линиям. Массажные линии идут у нас от центра к наружной части лица, от носа к вискам и от подбородка также идут, ну, как бы, к ушам, к вискам. От центра к внешней части лица. Вот таким вот образом. Ну, я возьму это на руку, просто этот мусс сейчас чуть-чуть. Ой, на влажное лицо, забыла. Ну, я для этого поставила себе здесь небольшую такую вот пиалочку с водичкой и взяла ватные тиски, чтобы не бегать все время к умывальнику, тогда, когда мне это нужно. И перед собой поставила зеркало. В общем, я сейчас увлажню лицо. А еще, если у вас поврежденная кожа, то тоже не следует делать химический вот этот вот пилинг. У меня нету поврежденной части кожи. Так, ну, что я чувствую? Чувствую нежная такая текстура, как крем. В общем, кончиками пальцев легкое такое вот массирование. Это у нас идет легкий такой пилинг. Ну, это очищение. Все, я думаю, достаточно. Пойду я умоюсь и вытру губную помаду. Ну, что, я смыла ежедневный уход. И сейчас мы приступим к химическому пилингу. Вообще, лицо нежное такое после него. Это очень приятно. В общем, я смыла и промокнула полотенцем. У меня лицо моментально сухое. Но шаг А пишут, нужно сначала смочить лицо и на влажное лицо наносить. Значит, я тогда, чтобы не бегать туда-сюда, беру просто ватный диск и вот так вот просто смочу по-быстренькому и все. Шаг А. Это вот такой тюбик. Я его на руку сейчас хочу сделать. Это вот такой вот гель. Вот, прозрачный. Я его на руку. Так, наверное, кисточкой все-таки его буду наносить. Не знаю, почему. Ну, мне так кажется, что лучше может быть кисточкой. Ну, пока я не чувствую ничего. Жжение, покалывание пока не чувствую. В общем, слово «химический пилинг», слово «химический» меня как бы напугало. И поэтому я, в общем-то, долгое время не заказывала это средство, потому что думаю, чертю знает, что за химия. Но сейчас я как бы вижу, что ничего страшного тут нет. В общем-то, шаг А – это смесь гликолевой и молочной кислоты. В общем-то, это самая главная суть в этом. И я так понимаю, что вот эти кислоты, они просто удаляют отмершие клетки эпидермиса с поверхности кожи, выравнивают рельеф кожи, устраняя неровности и шероховатости, сужают поры, освежают цвет лица. Все. Это подготовка к основному пилингу, который будет уже шаг «Б», это уже будет скрабирование лица. Ну, тут еще пишут, что можно кончиками пальцев слегка помассировать лицо. Ну, оно у меня уже даже подсохло для усиления эффекта. Ну, я думаю, что, в принципе, кислоты, они делают свою работу, и этого даже, может быть, и необязательно делать. Сам гель, он сам по себе уже свою работу делает. Поэтому массировать необязательно. Прошло уже 3 минуты, у меня гель подсох даже, местами еще не подсох, а местами подсох. Жду дальше, пока никаких ощущений, ни жжения, ни покалывания, ничего такого я не чувствую. Мне, в общем-то, хорошие ощущения. Я смотрю в зеркало, и мне кажется, лицо прям даже посвежело. Может быть, мне так кажется. Ну, что, мои хорошие, прошло уже 8 минут, уже почти 9 минут прошло. Я хочу сказать так. Я чувствую, как гель, он подсох, но он не стягивает лицо. Он такой, знаете, немножко как липкий на лице становится. И я думаю, что пора уже смыть. Для первого раза достаточно. Пока я все это смою, уже все 10 минут и будут. Не хочу передерживать на всякий случай, ну, мало ли что. Но я хочу сказать, что, в принципе, 10 минут почти что прошло. У меня лицо не покраснело, никакого жжения, ничего такого неприятного ощущения я не почувствовала. Значит, для моей кожи это нормально. Нормально переносит вот эти кислоты. Значит, смыть это можно либо просто спонжиком в тепленькой водичке, можно удалить. Можно смыть просто под краном и промокнуть полотенцем. Ну, я думаю, что... Сейчас я попробую так. Да, но смочить, наверное, по-любому нужно, потому что, так как гель подсох, его же надо все равно смочить, да. Ну, а чтобы его удалить быстренько и хорошенько удалить, то, наверное, лучше пойти к умывальнику сходить и умыться по-быстрому. Я, наверное, так и сделаю. Сейчас я вернусь по-быстрому. Ну вот я быстренько вернулась. Я смотрю в зеркало, мне кажется, лицо у меня посветлело. Но пока оно у меня еще влажное, а то оно быстро высыхает, все-таки лето, я беру шаг Б. Это скраб, я так понимаю. И буду наносить его. Наносить его надо аккуратненько. От центра к внешним сторонам лица. По массажным линиям. Да, я чувствую это микро такой, микропилинг. Вообще, вы знаете, микродерму напоминает, которая у меня была раньше, морякеевская. Вот такая немножко на ощупь она. Ну и как крем, как крем с микрочастицами. Так, ну это я себе нанесла. Также мы вокруг глаз не наносим, на губы не наносим. А теперь можно двумя пальчиками взять и слегка помассировать. Каждую область одна-две минуты, но не больше двух минут на каждой области. Я думаю, поэтому, чтобы не переборщить, по одной минутке, наверное, будет достаточно. Не делать сильных нажатий на лицо, потому что вы можете сильно повредить кожу. Эти микрочастицы, они незаметно, но могут повредить кожу. И будет потом кожа болеть, гореть, печь, как после ожога. Знаете, я один раз так переборщила с микродермой. Вот здесь можно сделать легкие такие массажные угловые движения чуть-чуть. И так в области носа тоже. Вообще, самые проблемные зоны это вот лобная часть, нос и подбородок. Ну все, достаточно. Я думаю, теперь можно идти и смывать все это. Ну вот я смыла, промокнула полотенчиком лицо. В общем, лицо посветлело, я вижу. Я прям вижу это. Вот. Ну, покраснение у меня сейчас, я немножечко нос почистила усерднее. Поэтому чуть-чуть покраснение. И вот этот шаг третий, шаг С. Это у нас состерапия и восстановление. Это успокаивающий крем, который восстанавливает поврежденные участки, если где-то таковые имеются. Тоже запечатанный. Ну и по идее он должен снимать сжение, там, если неприятные ощущения остались. Хотя этим кремом можно пользоваться и так. Мягкая такая текстура, приятный крем на лице. Ой, ну что вам сказать. Мне понравился уход. Действительно, он мне напоминает вот микродерму морякейскую. Только она намного дороже стоит. Это вышло подешевле. И, в общем, даже ощущения от микродермы такие же. От этого пилинга. Но вообще сейчас кожа отдыхает. Прям чувствуется, во-первых, бархатистая стала. Гладкая кожа лица и прямо посветлела. В общем, буду пользоваться. Правда, этим комплексом не написано пользоваться, с какой частотой можно. Но я думаю, что один-два раза в неделю. Чаще не нужно. Я обычно пользуюсь чисткой лица вообще один раз в неделю. Мне этого достаточно. Ежедневный уход, который я взяла первый. Вот этот мусс. Здесь написано, ежедневный можно каждый день. Я так понимаю, поддерживать. А вот этот химический пилинг, я думаю, для меня одного раза в неделю достаточно. Я не буду повреждать кожу свою слишком часто. Зачем это нужно? А вот такую чисточку, как я сейчас сделала, достаточно раз в неделю. Ну, на этом все, мои хорошие. Кому мое видео было интересным, полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочку на фаберлик я оставлю внизу. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok